всем привет это орландо флорида сша 2 августа 16 года и вот я нахожусь в холлфуте магазин такого по местным меркам премиум марс премиум сегмента да вот на 2 доллара сразу дороже соки 2 за 5 вот здесь покрасивший интерьер продукты более есть и деликатесные это сеть магазинов американская а здесь нет такого сильного уж разграничения нищебродства и богатства как допустим в москве когда вы заходите в азбуку вкусов сеть продуктовых магазинов и просто обалдеваете то есть там картошка может стоить там если там обычных магазинов ну грубо говоря там 30 рублей то там она будет 100 рублей стоит корнишок господи так и называется шпинат артишоки господи вот я сейчас у меня опять игра начинается вспомнить название продуктов здесь зелень пшикают водой поэтому она всегда свеже выглядит как с картинки вот я помню в азбуке вкуса что-то забежал я еще не знал что это такое только москву москве какие-то приезды первые были и просто обалделка вареная картошка там три картошины 200 рублей мне вышло а вот здесь конечно такого 1 диков ства не было ты здесь нет таких богачей которые недавно заимели свое богатство и раскидывается просто так баблом здесь люди живут богато очень давно поэтому для них вот это показуха не нужно поэтому здесь не будут завышать просто так непонятно на чем цены но все равно будет дороже ну вот арбуз я вижу 6 долларов в волмарте он 5 то есть чуть-чуть разница каждый может себе позволить скупиться тоже в полфудсе в пабликсе в фреш маркете то есть вот эти все сети более-менее считаются дорогие здесь можно найти какие-то деликатесные продукты которых нет обычных магазинах рыбные какие-то деликатесы какие-то видно что то что то вот такое но при этом в каждом обычном магазине даже волмарте это типа нашего ашана здесь скажем так а все равно а есть и деликатесы в том числе то есть никак у нас за ними нужно ехать какие-то именно дорогие магазины только там можно найти нет здесь все в доступе у всех так вот много-много рыбы шримп планк что-то связанное с креветками вот хорошие стейки с салмана креветки такие вот как раз таки посмотрим вот всякие ракушки пожалуйста с начинками какими-то 99 центов каждая осьминог 10 долларов за лб за за паунд это почти пол килограмма одинокий такой скучает лежит большущие креветки так щупальца осьминога 25 долларов за паунд клешни вот крабы пожалуйста большой королевский краб ножки 29.99 за паунд за пол килограмма так ну в общем и так далее вот такие ножки худенькие обычно в буфетах есть которые много раз снимал здесь буфеты очень популярны дешевые можно их поесть с учетом еще куча еды там за 10 12 долларов в ужинах дают вот этих толстых конечно нет здесь мясо больше такие в более дорогих ресторанах так ладно я убегаю от рыбы потому что я не очень люблю запах сырой рыбы хотя рыбу саму люблю так вот большие какие-то ракушки или как они называются устрицы вот я недавно здесь осмелился попробовать потому что я не любитель таких экспериментов так вот какие-то прям огромные ки-уэст это здесь самая южная точка сша 90 миль до кубы до гаваны 26 долларов за лб вау такие вот огромные вот у меня рука большая вот они пару штук в руку вместятся а вот какие-то рыбы красивые прям как для аквариума прям жалко их есть здорово вот с чем отличаются то есть здесь какие-то вам дадут помимо продуктов помимо а публики в плане того что сюда не не зайдет там не каждый нищеброд да и вы не столкнетесь там с низшим классом да чем вы здесь вам будете улыбаться здороваться вам дадут если дождь бесплатно пробежаться до машины как он называется плащ вы его оставите везде салфеточки пожалуйста везде чисто выкладка идеальная много людей трудятся на выкладку на фейсинг так называемый пододвигают по полочкам все продукты поэтому это выглядит все вот так вот идеально 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 безусловно все свежее но опять же здесь в сетях сложно найти не свежее потому что это чревато огромными исками но тем не менее здесь больше здесь меньше вероятность натолкнуться на что-то не дай бог не свежая а здесь много белых по публике ну и обеспеченных черных филатиносов а здесь вы найдете какие-то заграничные масла какие-то вина что-то такое вам могут ну вам пакуют в пакеты на кассе покупки вы вам могут донести до машины это все бесплатно это все заложено в цену продуктов и то есть типсы не нужны по крайней мере в пабликсе даже у людей на баджике написано ноу типс что не нужно чаевых ну вот разница небольшая то есть вот я по молоку смотрю вот этот органик валю в волмарте ну на может быть на доллар на 70 центов оно дешевле так но я не буду все-все-все снимать подробно по ценам и так пробегусь вот сыры вот пожалуйста огромный винный отдел огромный не огромный но большой для магазина не специализирующая новина хороший выбор сыра понятное дело какие-то интересные сорта вот можно попробовать пожалуйста так но я не могу пройти мимо халявы уж извините конечно себя строю хорошего парня но иногда срываюсь супер 6,29 кусочек сладкий красный трава фет не знаю что такое английский чеддер чеддер сладкий красный чеддер очень вкусный я сыры просто обожаю я фанат сыров просто могу есть бесконечно особенно с плесенью какие-то необычные сорта с добавками это все я обожаю за время жизнь меня сводила с обеспеченными людьми они меня приучили такие огромные оливки вот это белое кислое вино которое не особо люблю но я вот его полюбил с тех времен и вот именно с сыром хорошим дорогим ну не обязательно дорогим в общем он может быть и дешевым но если в нем много хороших добавок он вкусный то за здравую душу вот всякие плесневые один из долларов 85 очень вкусно я название по ним не разбираюсь я люблю вот это я не забываю как он называется вот чем-то прям обвалили вот который знаете внутри вот мягкие известное название из башки вылетело внутри такой прям он мягкий прям как чуть ли не льется ну да ладно сейчас если его вижу покажу вот что-то наподобие вот этого вот это мой любимый сыр пока не вижу ладно в общем огромный выбор вот эти вот еще твердые мне нравятся я их называю бабкины пятки вот их можно так стружками наделать и будет похоже как педикюр только что сделал 7 20 не за покупками здесь поэтому конкретно что покупаю и показывать не буду и слава богу я не голодный потому что голодными ходить в магазины нельзя это просто сразу ваши покупки удваиваются на двое удваиваются на двое да так разные кофе пошли вообще не любитель у меня ученое сердцебиение горячий южный парень поэтому мне не до кофе меня вообще от него начинают подкидывать поэтому для меня старбакс и вот эта жизнь американцев с кружкой кофе в руке огромная это вообще не про меня слава богу я знаю у людей целые ритуалы они стоят в очередях платят там 6 долларов за кружку кофе в старбаксе и просто для них это какое-то событие так лимонный макарон 2 доллара за штуку ай вот пока что меня никто не гонит с палками с гвоздями с большим фотоаппаратом ну на том и спасибо вот пожалуйста значит помимо сладкого выпечка пошла хлеб свой местный опять 50 вот за такую булочку черную конечно дороговато но для домашнего хлеба в принципе не дорого я брал на ярмарке в центре города буханку хлеба с чесноком домашнюю за 8 долларов здесь вот я даже такой цены не вижу все они по 5.50 так что опять же все познается в сравнении абсолютно французские вот батон или как они 1 доллар всего лишь вот опять же попробовать можно хлеб не буду кидаться пробовать ладно мне достаточно сыра а а так да 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 рижский хлеб да ладно где а я что то пропустил что это реша рижский хлеб хлеб прям прикольно традиционная традиционная коробай бред а я слышу я про него как бы проговорил что вот там черный хлебушек там 5500 блабло блак то есть я как то на него кинулся но вот это даже не заметил Да, тут вот Франц, Италия, Френч, да, Германии. Прикольно. Так, какие классные эти запеченные кукурузы. Паржи обожаю. Какие-то пирожочки, салаты. В общем, да, здесь большой выбор кухни. И здесь есть кафешка. Ну, кафешка, не кафешка. В общем, где вот это вы все покупаете. Идете, садитесь в ланчбоксы и кушаете. О, боже, мясо пахнет просто невероятно. Я уверен, что когда-то будут через видео передаваться и запахи. Так, хамоны. Обязательно до этого доживем. Так, пиццы. Вот тут же идем. Hi. Что ты делаешь? No, I'm just looking around. Thank you. Вот насколько я не был голодный, уже у меня приходит аппетит. Нужно из продукта выбегать. Здесь именно ориентировано исключительно на продукты. Поэтому, ну как, не исключительно, конечно, но здесь приоритет продуктовый именно. Это магазин. Вот здесь сэндвич могут, как в Сабвэе, сделать вам все, что вы хотите в него запихнуть. Выбрать, выбрать, пожалуйста. Так, кассовые зоны. Что здесь? Какие-то сладости. Орешки в глазури. Так, ну и опять кухня, значит, салады. По-моему, здесь какая-то система, что, допустим, вот... Сейчас я найду. Вот, пожалуйста. Значит, открыто ежедневно за фаунд 9 долларов. С 11 утра до 10 вечера вы можете набирать ланчбокс с вот этой всей красотой. Значит, почти полкилограмма. Фаунд это, по-моему, 460 грамм. 9 долларов. Здесь вот салатный бар. Вот этот сыр тоже очень вкусный, белый. Вот еще готовые ланчбоксы. Вот здесь. Вот классные с сушами. Очень красиво сделано. Видно, что очень-очень свежие. Все, что не свежие, к сожалению, здесь по ГОСТам, так скажем, по требованиям выбрасывается. У меня знакомый работает в общепите здесь. И вот супы, пожалуйста, пошли. Какой огромный выбор. И все выбрасывается. Не разрешается брать сотрудника. Кушаться можно в течение дня кушать, но... Вот ланчбоксы на выбор. Но... Все выбрасывается. Поэтому, я не знаю, выбросами Америки каждый день можно накормить реально всю Африку. Так, супы. 32 ОС. Вот это, я знаю, за 10 долларов. Я беру вот этот размер, это литр. В пабликсе я беру супы за 8 долларов. Здесь вот 10 долларов. А в пабликсе выбор, безусловно, не такой. Там 4 супа обычно. И там мой любимый с... Ничего не закрыли. Там мой любимый с этим... Господи, Люден еще любимый суп. Классно, косички там, батоны. А, вот эти мои любимые печеньки, вафли. Тьфу ты. Ну, черт с ним с этим супом. У меня это... У меня... Вот все-таки, насколько глазами мы воспринимаем сильно мир, что мы просто можем уйти в какой-то астрал. Не знаю, конечно, вот... Жалко, вот, невидящих людей, и не дай бог, конечно. Все-таки, правда, 90% информации. Классные печеньки. Тоже, походу, какие-то домашние. 13 долларов за паунд. Вот, и тут еще есть бар. Вот, где же я возьму ему этот бар? Можно, пожалуйста, сесть, что-то выпить. Там вино, я смотрю, наливают газировку. Вот, ну все, тут пошли ряды. Чипсы. Я недавно смотрел этого Стиви Вандера. Слепой музыкант, классный. Он, конечно, замечательный. И он был у этого... Как он? Карпул караоке. Что сейчас Галкин, значит, спародировал на российском телевидении. Ну, естественно, все у нас берется отсюда. Все идеи, к сожалению, исторически так сложилось. Почему-то мало у нас люди придумывают. Вот. И там Стиви Вандер просто отжигал. И слепой. Видно, что вот он... Что вот невидящие люди, они воспринимают мир по-другому. Неслышащие люди тоже. То есть, у них обостряются вот другие чувства, которые им доступны. Все. Надеюсь, было интересно. Всем пока-пока. Может быть, когда-то... Вот печеньку, пожалуйста, можно брать. Печеньку тоже хочу. Кстати, не нужно обвинять в нищебросстве, что я хожу, побираюсь ем бесплатно. Здесь это не зазорно. Здесь люди живут более спокойно и легко в этом плане. Они не парятся. И богатейший человек может точно так же взять печеньку, хвинуть в зубы и пойти счастливым. Косметический набор. Фу, ты одел. Пластинки. Обожаю пластинки. Сколько их переслушал. Все, мне пора. Вот, собственно, круг сделан. Что-то здесь еще делать. Какие-то салаты. А, свежевыжатые соки. Да, 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 соки. Все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok